Музыка Сообщения последних недель с Уолл-стрит очень живо напоминают бумеранг. Американцы много лет подряд финансировали собирание бунтующих толп на разнообразных главных площадях. Ну, я не знаю, в какой мере американцами было организовано сидение студентов на площади Тяньаньмин в Пекине в 1989 году. Но то, что сербский отпор, грузинская Кмара или украинская Пара были организованы американцами по американским технологиям, Это, в общем, достаточно хорошо известно любому, кто вообще интересуется организацией неформальных движений. Понятно, что на примере этих движений учились и те, кого американское правительство не финансировало. И рано или поздно должны были начаться стихийные выступления уже без команды ФАС из Американского министерства иностранных дел. Именно через отдел разведки этого министерства финансируется большая часть неформальных зарубежных организаций. Кстати, забавная подробность, я ее уже несколько раз упоминал. Несколько лет подряд за финансирование неформальных зарубежных организаций непосредственно отвечала Екатерина Михайловна Чумаченко, которая вскоре после этого познакомилась с молодым перспективным украинским политиком Виктором Андреевичем Ющенко, женилась на нем и привела его в президенты. Ну, говорю, женилась на нем, поскольку слабохарактерность Ющенко вообще породила множество анекдотов на Украине. Движение «Захватим Уолл-стрит» оно, естественно, возникло по образу и подобию всевозможных майданов разных лет. В конце концов, известно, что любое оружие рано или поздно осваивают все заинтересованные стороны. Вряд ли это движение финансирует Китай или еще кто-то из заинтересованных государств. Дурной пример, как известно, и сам по себе очень заразителен. А то, что пример всяческих майданов был, несомненно, дурным для тех стран, которые это напасть поразило, это, в общем, понятно. Но, боюсь, что для Америки этот пример тоже окажется дурным, хотя и заразительным. В том смысле, что движение «Захватим Уолл-стрит» или его ныне расплодившиеся филиалы во многих других странах, это боль, а не лекарство. То есть туда идут люди, которые действительно ощущают, что в их странах что-то не в порядке. Которые, в общем-то, догадываются, что это не в порядке, как-то связаны с финансовой политикой. Но они не идут дальше. У них нет связной теории, анализирующей глубокие причины экономических проблем, породивших нынешнюю вторую Великую депрессию. Соответственно, у них нет и внятного представления о том, что делать дальше. То есть даже если они добьются полного паралича работы Нью-Йоркской фондовой биржи, даже если они каким-то образом заблокируют деятельность Федеральной резервной системы, это не поможет само по себе. Это может остановить дальнейший развал американской экономики на избранном ею сейчас пути, но вовсе не гарантирует ее восстановление. Более того, само по себе прекращение деятельности фондовой биржи и резервной системы без радикальных изменений всей остальной экономики может только ускорить общий развал. Собственно, именно поэтому такое движение вряд ли получит действительно массовую поддержку, потому что все тот же опыт цветных революций показал, если действовать без программы, то любые действия только ускоряют развал страны. Если не ошибаюсь, еще Сенека сказал, для того, кто не знает, куда ему плыть, не бывает попутного ветра. Так вот, движение «Захватим Уолл-стрит» не знает, куда плыть и самому движению, и всей стране. Поэтому для него попутного ветра не бывает. Ну а куда на самом деле надо двигаться? У меня на сей счет были кое-какие предложения, которые, по сути дела, сводятся к тому, что Америка должна восстановить у себя все рабочие места, на много лет подряд забыть о конкурентоспособности на мировом рынке, забыть о тех сверхдоходах, которые она получала с мирового рынка, и снова научиться работать. Американцы, в принципе, умели работать очень хорошо, и восстановить эти навыки смогут. Но, естественно, на какое-то время им придется затянуть пояса очень туго. Но, на мой взгляд, пока еще не поздно затягивать эти пояса вокруг живота, а не вокруг живота. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова